ребят всем привет сегодня мы рассмотрим цешечку уже бальзаковского возраста уже совершеннолетие 2007 года 3 литра атмосферный двигатель просто пушка семиступка ездить в идеале мы так сказать мечтали о ней в 2007 я 16 назад а сейчас когда ее уже получили не так это все интересно потому что там за 16 лет прогресс не стоял на месте ну то есть всякие там но мы не хотим олег олег вич чисто не хочет на китайцы пересаживаться потом пересесть на вак и и после старого на хороший у тебя mercedes было так сказать и поэксплуатировал поэксплуатировал данные автомобили он удобен хорош всем но все началось с того что начали удаляться вихревые заслонки выпускном коллекторе движка далее еще какие-то как какой-то ряд действий которые мы сейчас будем рассматривать ну просто тупо решили поменять жишку но изначальный косяк какой был при двух тысячах оборотов вот мы едем 2000 оборотов 1 2 3 если держать ровно газ а тряся ногу так сказать плавно нажимать у нас подергивание начинает как будто знаете на трехлитровый nissan tiana три с половиной литра на вариаторе у них такая же дерготня когда вариатор у капут либо когда пропуски зажигания там тоже такая двоякая ситуация либо это в коробке дело либо это дело в двигателе по меркам 2007 года это ох какой автомобиль хороший у тебя мерин так сказать был не но она есть но в 2007 году все было немножко по-иному иное мышление и эти машины воспринимались мне как космический корабль но что-то мажорное вот эти 7 ступки которые пошли в обиходе в то время тоже требовали абсолютного обслуживания более того здесь есть окно можно с бублика даже слить но мы здесь поступим немножко по другому так вот и несмотря на всяческие артефакты ржи и текущего антифриза и так далее ее нужно эксплуатировать потому что покупать больше нечего мы хотим ездить на мерседесе даже спустя получается 16 лет его эксплуатации а так что достаточно бодрый экземпляр единственно то что что ты сделал заслонками впускными да получается на пусто на впускном коллектор удалили заслонки и тачка немножко подергивается кто-то может спутать это даже с трансмиссией что ска с коробчонкой что-то не так что-то завелось непонятно сейчас мы сольем и мы не знаем может быть за 16 лет здесь в принципе ничего и не делали как говорится до саута форштон дух техник и прочие вещи происходит а так почему по тому времени ностальгирует бензин там чуть больше десяти рублей хотел сказать клинской по моему рублей 17 стоило ну все такое прочее то есть ряд артефактов когда не занимались вот этой сраной политотой а занимались тем то что вы работали их так и как говорится размножались далее сейчас мы посмотрим чистые пруды застенчивые и какой цвет у нее был красный на машинах после 2010 года на этих трансмиссиях масло синего цвета до 2010 с 2007 по 10 масло красного цвета две разные спецификации это при частички сколько слилось но мы решили дань уважения данной техники сделать поменять мне жишку и так что мы здесь можем увидеть помимо гидроблока которые были менее чистом состоянии одна частичка здесь сто процентов было это уже хорошо пропускная способность фильтра тоже под вопросом потому что со временем все это теряется струганина мы не видим и вот этот небольшой пруд из жижи напрягает но у красный оттенок есть ребят гораздо хуже были ситуации и здесь хотя бы одна частичка но была мы чистить и поддон будем шлифовать и красить на магнитах мы ничего здесь не видим частичка возможно было до 1050 6 а какой час реальный пробег 280 тысяч реальный пробег так что ну понятно круповская сталь цейсовская оптика как говорится все такое прочее сейчас все это дело будем мыть и включимся и так из артефактов здесь у нас присутствует ржа она помнят и до кризисные времена и помню 2007 год и вполне возможно впитала в себя что-нибудь положительное от этих сейчас установим фильтр и уже будем будем ее качать прокачивать и так далее так красота единственное то что если совсем совсем китайщину брать то она все это дерьмище не встает гидроблок должным образом и уже эксплуатация с этим ноу-нэйм фильтр может привести последствия шприцу и сегодня мы с тобой шприцу и уже и так вот шприцу и цена офигеть может просто фигеть то где эта пробочка пробка судьбы так что через вверх увы здесь не получится только через нить трансмиссия 7 2 2 9 7 ступка 5 ступка 7 2 2 5 до 2010 года с 7 по 10 красная жижа с одной спецификации после 10 с другой спецификации синего цвета синяя так и так первая прокачка сейчас сейчас ну что я тебе могу сказать заводи заводи души заводи заводи во первая прокачка итак вторая прокачка заводи заводи ну как все расположить глуши ну неплохо неплохо ну-ка заведи 8 3 200let нормально как шприц держится офигели вот это почистим уровень быстро ну цветность должна быть понятное дело то что кто-то скажет частично кто-то скажет полностью кто на что гораздо на вкус и цвет фломастеры разные абсолютно поэтому мы обкатали до посмотрели здесь виду удаленных заслонок она дергается именно по движку они по коробке это важный фактор потому что бывает дерготня и удары по коробке они по движку здесь на определенных оборотах происходит проект продиагностировали движку вначале продиагностировали коробку приняли решение менять тоже по 300 тысяч километров девочку уже все перевидела не это немка перевидевшие все абсолютно и но продиагностируем еще и после замены нормально где такой мерен был Сейчас излишки свечет И мы облагородили всю эту тему, именно подкрасили, почистили, что могли Сквозной ржи, слава богу, нет То бишь, он в дуршлаг со временем не превратится Вот если это все запустить, то вполне возможно, он сгниет полностью И уже потом придется искать БУ Такой вот криповый цвет, он засохнет, все будет нормально, я так думаю Надо это обкатать По поводу жижи, вот с двух прокачек, ну такая она Красноватый оттенок есть, но имело смысл это сделать Касаемо болта, в бублике есть специальный болт, судьбы С него можно слить отдельно Но мы прошли по более сложному сценарию, так сказать Здесь изначально были ошибки по движку Ошибки касаемо вихревых заслонок впускного коллектора Или как они там правильно, они успешно были удалены Просто все нормально было и горел чек А теперь тоже горит чек и после удаления заслонок Все это дело дергается Можно в легкость спутать трансмиссию На самом деле важно понимать, из-за чего тачка пинается Бывают пинки из-за движка А бывают из-за коробки Здесь касаемо из-за неверного смеси образования и так далее Куча слов нахватался из википедии, так сказать Все это влияние на трансмиссию уходит Что при этом при всем делать Ну сказали там датчик, какой-то датчик кислородный поменять Ну и прочее По движку мы ее не читали Мы просто трансмиссией заморочились Здесь одна частичка была Это свидетельство о том, что все же следили Следили В трансмиссии не наследили А просто она была обслуживаемой Это основное Радиатор двигателя менялся Здесь основной радиатор имеет банку под охлаждение трансмиссии То есть никаких масла охладить А немочки Соответственно, это нормальная тема Да, по тому времени тачка огонь, конечно Так что будем отслеживать, смотреть, как оно что Отлично получилось Прикольно Под цвет тачки подходит Все это дело подсохнет На этом будут видны подтеки, если это потечет Но если поддон сам по себе гнилой Уже имеет раковины После того, даже когда ты его отшлифуешь Все равно его менять Придется менять, потому что в противном случае Они сквозной ржой страдают Не только на премиуме Но еще и на бюджетных Вообще на всех марках Коррозия При нашей систематике При нашей парадигме существования И наших дорогах При которой гниет все, что угодно Вместе с проводкой Надо за этим делом следить Потому что по-другому никак Если бы его шлифанули лет 10 назад И покрасили, все нормально было Ну, как говорится Мы из крайности в крайность Подождем, пока все это отвалится По двигателю здесь странная ситуация То есть горел чек По заслонкам впускного коллектора Машина не тротлила Не фризила Не было никаких ебучих пирогов С трансмиссией, с двигателем А сейчас наоборот Она стала дергаться Между второй и третьей Можно изначально подумать На трансмиссию Но если бы мы знали Что, не знали изначально Что это заслонки То можно было подумать Очень похоже на Не до включения третий На какие-то перегибы Мы на Тиане 3,5 На вариаторе рассматривали данную позицию Варик был в идеале Дергалась из-за двигателя тачка То есть прежде чем делать трансмиссию Необходимо двигатель приводить В божеское состояние Ввиду того, что смесь образования Тупо повлияет на качество переключений Потому что легко перепутать Удары, пробуксовки Это понятно Это когда уже все Логическое завершение А вот эти тычки и так далее Прежде всего это движка ДВС Как это все готовится И любая система двигателя Требует тоже к себе повышенного внимания По 300 тысяч километров тачки Немочка Даже немочка Бальзаковского возраста Требует повышенного ухода То есть она же не будет там Как швейная машинка Так сказать целыми днями Надо тоже к ней проявлять Любовь и заботу Ну и иногда Излишние действия Приводят к более Худшим результатам По работе двигателя И так далее По касаемо трансмиссии Они здесь достаточно надежные Да у меня Все надежное Так сказать Когда это не ездит А стоит на подъемнике Поэтому 7 ступки Того образца Они менее требовательны Чем современные 9 ступки 9 джитроники И так далее Жижа Надо смотреть По году выпуска И по спецификациям От года выпуска Зависит спецификация напрямую Это очень важно Почему мы изначально С бублика не слили Надо было слить С бублика С поддона И забить на все это А в радиаторе Жижка остается В радиаторе Самый смак Так сказать Тем более Здесь Когда меняли радиатор Могли А в трансмиссию Кстати Доливали Когда меняли радиатор Не знаю Нет Ничего Я тоже не покупал Никого масла А ты в трансмиссию Масла не покупал Еще здесь нюанс Менялся радиатор Охлаждения двигателя В котором есть банка Под охлаждение коробки И когда его меняли Тупо не долили Жидкость Ну то есть Просто установили новый И коробка начала качать Через эту банку И охлаждаться Поэтому Имейте ввиду Что при замене Если радиатор Коробки И радиатор двигателя Друг друга Интегрированы Как большой теплообменник То необходимо Все таки Жижку доливать Потому что Сняв старый Радиатор Сольется Количество АТФ Поэтому Долив Тут Это нормально Это просто Могло повлиять Все на ресурс Был такой случай Что на Солярисе После кузовного Ремонта Меняли всю морду Меняли Пакеты Пакет радиков И так далее Итак Тачка встала В аварийный режим В итоге Просто не было уровня Двух литров Уровня А так уже Там приговоры Трансмиссии пошли Там аварийный режим Надо все это разбирать Делать Ну на самом деле Ларочка открылся просто Была кузовня Либо были Манипуляции с охладом А охлаждение у нас Интегрировано Как большой теплообменник То есть Это немаловажный нюанс 10-15 тысяч назад Это было Ну Благо Недолго 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 Из-за того Что здесь Уровня не было Надо было Уровня Все-таки Замерить Ну зачем Да Зачем замерить Уровень Естественно Мы Поедем И проедемся А так случаев Очень много При которых Недолив Ввиду того Что менялся радиатор Это очень часто бывает Так Первое На какой передаче Дергался Она даже не то Что на какой передаче Она Правильно 2000 оборотов Обычно А 2000 Типа Подтравил Типа Подтравил Да Ближе к 2000 оборотов Ага Сейчас мы выцепим Эти оборота Изначально Когда ее обкатывали Никаких нареканий Именно по карабосу Не было А вот Подвижки А Ну есть небольшое Похоже на вибрацию двигателя На вибрацию двигателя Похоже Так в принципе Она напирает Достаточно бодро Трансмиссия Что до этого Работала без нареканий Хотя там не было уровня Вот что значит Так сказать Старые немочки 16-летние Скорые кстати Уже совершеннолетние У тачки И После этого Тоже работает Никаких нареканий У меня нет Это как проф Так сказать Осмотр Для трансмиссии Вообще На недолив Она нормально Сореагировала Что очень прикольно Я не знаю Я не знаю Я не знаю То бишь На облачках Все нежненько И достаточно Достаточно Приторно Нет такого Пятая Шестая Седьмая Такого нет Все плавненько Изначально Ее нужно проверять Первый уровень При покупке Вскрывалась Не вскрывалась По поддону Гнивение Вот тех вещей А именно Ржавчина И так далее Как менялась жидкость Вот эта пробка На бублике Кстати говоря Потеет Иногда Когда ее вскрывали И откручивали В остальном Все По движкам Ну естественно Здесь куча мнений Нужно ли эти заслонки Удалить Либо не нужно Так все В штатном режиме Немка еще поездит Несмотря что Шрамы От былых сражений У нее остались Вот она трехлитровая Нетурбовая Атма На семи ступки Конечно хотелось бы Ее иметь На полном приводе И все бы Дополнило Потому что При такой погоде Это Не особо Удобно Все Надо Аккуратненько К этому подходить А так Трехлитровый Движок Да он Трансмиссию Менее щадит Нежели 1.8 Потому что Тут же 1.8 И двушка Была В принципе 1.8 И 2 Да 1.8 2 И так далее Так что Нареканий У меня Нет Бодро ездит Бодро Это не ожидал Отвык От трехлитровых Отвык вообще Тапочек нажимать Все сейчас В кризисе среднего возраста Просто пальчиком нажимаешь На тапочек Нет Когда нажимаешь на газ Знаешь К чему это приводит Чем больше нажатий на газ И неверности исполнения Правой ноги То тем больше капитал вложений Увы Так поездить Поездить Изначально Что происходило Когда менялся радиатор охлаждения Он общий И на двигатель И на коробку Естественно Там сольется И антифриз И трансмиссионная жидкость Все вместе Просто сольется Лужу образует Которую ничем не пополнили Просто установили И трансмиссия работала Без полутора литров Полтора-два литра Для 7229 Это просто пипец Это просто Блять нонсенс Там гидроблок Как во фритюре Ему не хватает Жижки Давление нормальное Но Не хватает Ему Все же Плавности работы Потому что Полностью Масляные каналы Не заполнены Ну короче Можно всегда Ночитаться в википедии Заполнены масляные каналы Давайте нарисуем Сука чертеж Но на самом деле Просто Довляка на 2000 Не хватало Когда в пол едем Все нормально При этом при всем Уже был идентичный случай На Солярисе 2019 года выпуска Абсолютно новая тачка Была у ее Впереди идущий автомобиль Восстановлена кузовщина Все нормально Коробка стала Вставать в аварийный режим Ну то есть Первый, второй, третий Аварийный режим И жестко пинается С трансмиссией Естественно при ДТП Ничего не произошло Как и с двигателем Там только телевизоры И пакет радиаторов Так вот По кузовщине Пусечка Все восстановили Не долили масла В коробку Просто тупо Ларочек открывался Просто Случай вспомнил Также и в данный момент Никакие вихревые заслонки Ни кислородный датчик Потому что После удаления Данной позиции Сказали Давайте кислородный датчик Поменяем И прочее Очень похоже на движок Очень похоже на пропуски Зажигания Именно похоже Потому что Изначально Когда я обкатал Я говорю Блядь Это не коробка Это стопудово Двигатель Стопудово С дилетантским подходом На самом деле Это трансмиссия Как оказалось Что В принципе Интересно Потому что Надо было Прежде чем Там жишку Менять Узнать А менялся ли радиатор Потому что Я когда уже слил ее Я смотрю Радиатор новый Уже потом Начал спрашивать У Олега Олеговича Сука Менялся Оказывается Радиатор Ей там Не долили Там просто Гидроблок Все чувствовал Как стейк Рибай Медиум Лоу Блядь Там То есть Он там Готовился Как во фритюре И Что самое основное Смена жидкости Прокатила Все нормально Ничего не дергает Вот И кстати Вот это Подтравивание Которое в районе 2000 оборотов Оно тоже пропало Я Неск раз Останавливался Потихонечку Трогался Разгонялся И Все нормально Все ровно Работает Все Отлично Спасибо большое Здесь Важно Понимать Все-таки В движке Проблема Либо В коробке Поэтому Прежде чем Манипуляции С трансмиссией Делать Движок Приведи В порядок А именно То что Пропуски Зажигания И так далее Либо Прежде чем Думать На двигатель Нужно подумать На трансмиссию Потому что Это как Два брата То есть Синхронизация Когда между ними Рассинхрон Ты думаешь И на движок И на коробку То есть Ты не понимаешь Что еще удалять Какие вихревые засунки Можно придумать Все что угодно В принципе Но те чуваки Все правильно удалили Там операция Приведена Успешно Комплит То есть Все Прекрасно Но Потом Было обращение То что Она Именно Затротлила Очень сильно Фрезы Начали образоваться Просадка ФПС И так далее Вот эти вот Все ебучие пироги И соответственно Было принято решение Уже Посмотри Какие-то кислородные датчики Это до замены жидкости А жидкость мы Стали менять Просто Чтобы еще 50-60 тысяч На ней отъездить Понятно Коробки уже Под 300 тысяч Кто там Лазал И кто что Делал Неизвестно Поддон сгнил Сталактиты И там Может быть Что Сквозная ржа Уже Вот То есть Эти трансмиссии Ездят до сквозной ржи Реально То есть Пока не выпадет Гидроблок на пол На светофоре Вот так Не плюхнется И вот Этот рассинхрон Происходил Ну Тут Именно по коробке Был случай У нас На Тиане Из-за того Что На заднем ряду Свечки не поменяли На V-образнике Потому что Свечки пометили Нужно Впускной коллектор Снимать И вполне возможно Что тоже В данный момент В манипуляции С двигателем И так далее Принесли свои Плоды в дергане Очень похожи На дергане Вариаторы Опять же Это аналоги Две абсолютно Разные машины Абсолютно Разные коробки Просто По ощущениям Дилетантским Это А так Все решается Достаточно Просто Опять же Мы могли Тупо Слить С поддона Слить С бублика Но прежде чем Это делать Надо замерять уровень При покупке Данного автомобиля Ему 16 лет 16 лет Необходимо Просто Посмотреть Уровень Жидкости Более того Уровень Выставляется На заведенную На драйве Когда драйв Включается Должна Вытекать Вы поняли По типу 0 9G Который мы там Миллион раз Все по разному Но при установке Просто забыли Долить Так все установлено Правильно Вихревые Вот эти заслонки Демонтированные Тоже верно Все это В идеале Единственный нюанс Это нужно было Просто Долить Даже Фильтр не менять И все бы Прекратилось Возможно Но надо Все же И фильтр было Поменять И ревизию Поддона Произвести И посмотреть Насчет Стружки Потому что 7-2 7-2 2-9 Она надежна Все Сравнительно Надежна Только до поры До времени Когда это все Происходит Она поначалу После смены Радиатора Не давала О себе знать Она задергалась Только впоследствии То есть Мистика Нет Она Если бы Изначально Сразу бы начала То бы Думали уже Что делать И так далее Просто Полная смена Жидкости Хоть что-то Решает Хоть капелюсечку Более-менее Душеньки Приятно Что это Разрешилось Минимальными Какими-то Вложениями И прочее Всем удачи На дороге Всем пока Будьте Хотел сказать Бдительным Бдительным Надо быть всегда Берегите Свою автоматическую Трансмиссию